К новостям спорта. Староскольцы стали победителями общекомандного зачета на чемпионате и первенстве Белгородской области по ММА. За звание лучших боролись около сотни спортсменов региона в возрасте от 12 лет. Продолжит Анастасия Иконикова. ММА порой ошибочно называют боями без правил, но это далеко от истины. Правила есть. Нельзя бить в пах, горло, по затылку и позвоночнику. Запрещено пытаться разрывать мягкие ткани, кусаться и пытаться повредить глазное яблоко. Несмотря на то, что со стороны бои выглядят очень зрелищно и порой многокровно, смешанные боевые искусства – относительно безопасный вид спорта. Начиная с 1993 года задокументировано всего четыре летальных случая. На чемпионаты первенства Белгородской области по смешанным боям съехались лучшие спортсмены в возрасте от 12 лет. Все больше ребят в ММА приводит мечта о чемпионском поясе. 15-летний старосколец Ярослав Прима оказался сильнее своих соперников. Теперь юноша выступит за сборную области на первенстве ЦФО. Мне не особо тяжело было, потому что мой противник хорошо бил ногами и руками. Я использовал тактику прошлогоднего чемпиона в этом весе. Он постоянно скрещивал руки и шел на противника. А что это дает? Зачем? Чтобы противник не бил тебе по корпусу и ты не чувствовал своих ударов. У Ильи Дахова из Прохоровки схватка в октагоне сразу не задалась. Как ни старался парень, судья поднял не его руку. Победа не удалась, потому что мало тренировался и плохо слушал. Из-за пандемии зрелищные соревнования прошли без зрителей. Да и количество участников было ограничено. Спортсмены состязались в трех возрастных и 32 весовых категориях. Организаторы отмечают интересную тенденцию. Вид спорта довольно-таки молодой, но развивается очень хорошо. В регионе проводится много турниров по данному виду спорта. И участников становится все больше и больше. Но вы знаете, тенденция такая, что больше приезжает участников из сельской местности. Как-то городские их наоборот все меньше и меньше. Всего в копилку Старого Оскола отправилось около 15 золотых медалей. Победители стартов поедут в Брянск, где представят Белгородскую область на первенстве чемпионате Центрального федерального округа.